Федеральная антимонопольная служба рекомендовала региональным управлениям усилить контроль за ценами на хлеб и муку. Это связано с информацией о грядущем подорожании важной категории продуктов. В России растут рекордные урожаи зерна уже три года подряд. Растет увеличение его экспорта почти на 30%. Растут экспортные цены пшеницы и растет стоимость хлеба. Крупные производители уже предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%. Предприятие утверждает, что на протяжении более двух лет удерживали цену, несмотря на то, что производство становилось нерентабельным даже с учетом производимых мер оптимизации расходов. К тому же растут налоговые отчисления, цена на муку, стоимость бензина, упаковки, пищевых ингредиентов. Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обещал, что стоимость готовой продукции из зерна не вырастет из-за повышения цен на пшеницу. Хотя, по данным Минсельхоза, в России в последние годы, несмотря на рекордные урожаи, цены на хлеб и хлебобулочные изделия постоянно росли. В 2015 году рост чуть более 13%, в 2016 на 6%, в 2017 году на 3%. В 2018 году скоро увидим, так как повышение стоимости хлеба надо ожидать с 1 ноября. Влад Хлеб, крупный производитель Приморского края, заявил, что в течение трех лет не повышал цены на свою продукцию и делал это исключительно за счет внутренних резервов компании. За это время стоимость муки выросла на 20%, поэтому неизбежна индексация, которая произойдет в ноябре. Отпускная цена на хлебобулочную продукцию изменится на 4-5%. Крупнейший производитель хлеба в Хаваровском крае Колос Пром в сентябре уже повысил отпускные цены на 4%. Более подробно эту тему мы поговорим с нашим гостем у нас в студии Николай Крецу, исполняющий обязанности министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хаваровского края. Николай Степанович, доброе утро. Доброе утро. Николай Степанович, какое количество производителей хлеба у нас и откуда производители берут муку? Ну, для начала хотел бы сказать, что нас действительно очень встревожила информация о том, что предполагается повышение цен на муку. В этом смысле мы встревожились и в оперативном плане провели внеочередную мониторинг силами нашего министерства и силами специалистов муниципальных образований. Мы просмотрели розничные цены во всех муниципальных образованиях и в торговых сетях города Хабаровска. Мы не нашли повышения цен в октябре месяце, и нас это очень обрадовало, но это не означает, что нам нужно успокоиться. За ситуацией, за ценообразованием очень внимательно следит наш губератор Фургал Сергей Иванович. Отвечаю на ваш вопрос и скажу о том, какие меры мы будем предпринимать, чтобы повышение цен ни в коем случае не состоялось. У нас в крае производством хлеба, хлебобулочных изделий занимается 228 предприятий. Из них два крупных предприятия, так называемый «Колоспром» – город Хабаровск и хлебозавод номер 3 «Комсомольск-на-Муре». Удельный вес «Колоспрома» в общем объеме производства хлеба составляет 15%, а хлебозавода номер 3 – 3%. Все остальные – это так называемые мини-пекарни и предприятия малого бизнеса. Мы в Хабаровском крае очень зависимы от муки, потому что вся мука, из которой мы делаем хлеб, производим хлеб, она вся 100% завозная. Мы завозим хлеб из Алтайского края, Красноярского края, Новосибирской области, Омской, даже из Кемерской области. И в этом смысле, конечно же, мы в этом плане очень зависимы. Любое изменение цен, отпускной цены на муку влечет, безусловно, в повышение цен на розничные цены в торговой сети. Но вот цены как-то контролируются государством, или это полностью на усмотрение производителей и продавцов? Здесь, на самом деле, очень сложная ситуация. По большому счету, цены нельзя контролировать в том плане, который мы подразумеваем. Но есть известное постановление, номер 530, оно выпущено в 2010 году, его подписывал еще Владимир Владимирович Путин, которое говорит о том, что правительство Российской Федерации имеет право устанавливать предельно допустимые цены в розничных сетях, при условии, если в отдельном субъекте Российской Федерации, либо в группе субъектов Российской Федерации, цены в течение 30 дней повысились на 30%. И в этом случае правительство Российской Федерации имеет право установить предельно допустимые розничные цены на 90 дней. Все остальное регулировать невозможно. Но это прерогатива федеральных властей, получается, не властей на местах. А могут ли как-то наши местные власти, но особенно это касается северных районов, где цена булки хлеба может превышать в разы стоимость в том же Хабаровске, потому что там все это нужно не только завозить до Хабаровска, но потом еще и поставлять на север. Совершенно верно. Мы используем другие механизмы. Механизмы следующего характера. Во-первых, завоз муки. Мы постарались завести в северные районы Хабаровского края как можно больше муки. Мы завезли 3000 тонн. Это хватит северным районам от 6 до 9 месяцев. В районы Охотский район, Аяномайский, Тугуруч-Миканский, там, где у нас мука заводится и продукты питания только в навигацию, мы завезли 221 тонну. И этой муки хватит нам до следующей навигации. Кстати, в Охотске булка хлеба, белого хлеба, а когда я говорю булка, это 600 граммов, стоит 62 рубля, потому что мы там субсидируем транспортные расходы. Правительство Хабаровского края идет на издержки. В бюджете края заложен 20 миллионов рублей, и мы субсидируем транспортные расходы на социальную группу товаров, в том числе продукты питания, в том числе и на хлеб. И если говорить о районах Южного и Центрального районах Хабаровского края, там у нас запасы муки составляют до 1 месяца. К сожалению, у нас нет складских помещений, и поэтому мы можем зависеть только на 1 месяц. И в этом смысле мы ожидаем, что у нас до конца года повышения цен не будет, по причине того, что запасы муки имеются. И если будет повышение цен, то это будет то, что мы называем спекуляцией. В этой связи мы предполагаем принять еще одну меру. На наш взгляд, она будет действовать. Мы задумали и сейчас очень оперативно готовим так называемый трехсторонний меморандум. Трехсторонний меморандум между правительством края, хлебопекарными предприятиями и торговыми сетями. Мы хотим договориться, публично договориться о том, что коллеги, давайте установим правила игры. Цены, оснований для повышения цен нет, и цены не будем повышать. Вот я думаю, что это действие мы произойдем в ближайшее время. А если говорить о социально значимых продуктах, вот что входит в это понятие? В эту категорию? Если мы говорим о хлебе, социально значимый хлеб – это ржаной, ржано-пшеничный, и хлеб, приготовленный из муки первого-второго сорта. Как раз вот эта категория товаров входит в то поставление 530, о котором я говорил. Там вообще определено 24 категории – свинина, говядина, рыба-мороженое, сахар и так далее. То есть по этому списку, получается, отслеживаются цены? Если говорить о хлебе, мы отслеживаем хлеб, ржано-пшеничный хлеб, и хлеб, изготовленный, приготовленный из муки первого-второго сорта. Мониторинг мы ведем по этим категориям. Надо сказать, что у нас в Хабаровском крае мы установили трехуровневый мониторинг. У нас идет еженедельная статистика, мы еженедельно просматриваем цены. Мы ежеквартально на уровне муниципальных образований проводим мониторинг силами специалистов на местах. И мы установили еще третий уровень, дополнительный для себя. Это так называемые народные контролеры, о которых вы знаете, да? Мы периодически пользуемся своими услугами. Как только они дают нам обратную информацию, мы тут же начинаем предпринимать какие-то действия у себя на территории края. Спасибо большое, Николай Степанович. Напомню, что у нас в гостях был Николай Крецу, исполняющий обязанности министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.